В новосибирской студии телеканала Россия 24 работает Алена Шандурова. Здравствуйте. Сегодня в Бердском городском суде началось рассмотрение дела о авиакатастрофе. В августе 2014 года на Бердском аэродроме во время учебного полета разбился самолет Як-52. Погибли инструктор и девушка-курсантка Новосибирского авиационного кадетского корпуса. Расследование длилось почти полтора года. Следствие пришло к выводу. В крушении самолета виновен руководитель новосибирского спортивного клуба ДСАФ Сергей Сметанин. Именно спортклубу принадлежал упавший Як. Сметанин обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна и оказанию услуг с нарушением требований безопасности, повлекшие по неосторожности гибель людей. Его почти сразу уволили с должности. Сам директор спортклуба считает, трагедия произошла по вине экипажа. Наша съемочная группа сейчас работает в зале суда. Новые подробности процесса расскажет Ольга Милаенко. Да, коллеги. Обвинение, зачитанное сегодня руководителем новосибирского авиационно-спортивного клуба ДСАФ Сергею Сметанину, звучит внушительно. По мнению военной прокуратуры, Сметанин, во-первых, не имел вовсе права допускать к полетам Як, который потерпел катастрофу 7 августа 2014 года. Дело в том, что Ольга Милаенко еще в 2006 году истек срок действия свидетельства о летной годности. И Сметанин, по версии обвинения, не предпринял необходимых действий для продления срока действия этого свидетельства. Кроме того, по версии следствия, он ненадлежащим образом не содержал этот самолет, не проводил необходимых испытаний, не проверял его годность, его техническую исправность. Кроме того, в день авиакатастрофы Сметанин был назначен руководителем полетов и он был обязан лично присутствовать на аэродроме. Но у Сметанина в день авиакатастрофы на аэродроме не было, а по телефону накануне он перепоручил свои обязанности заместителю. Вот, по мнению обвинения, совокупность всех этих обстоятельств и привела к авиакатастрофе. Двигатель загорелся и отказал, самолет упал, погибли двое человек. Это инструктор и курсант авиационного кадетского корпуса, девушка. Сам Сметанин вины своей не признает. Он считает, что данная экспертиза недостоверна, она проведена с нарушением. Адвокаты сегодня заявили, они разошли по полочкам предъявленное обвинение. Так вот, они говорят о том, что свидетельство о летной годности, о котором говорит обвинение, это документ, который не имеет юридической силы. Угодности самолета, говорят документы, которые выдает завод-изготовитель. Так вот, по этим документам срок эксплуатации упавшего яка истекал только весной 2016 года. То есть в 2014 году этот самолет мог эксплуатироваться. Кроме того, по мнению адвокатов, Сметанин соблюдал все необходимые требования для содержания самолета, для проверки его исправности. Кроме того, что касается его нахождения в день авиакатастрофы на аэродроме, то документы запрещают менять руководителя полетов уже во время полетов. А Сметанин приучил свои обязанности заместителю накануне, поэтому нарушений здесь, по мнению адвокатов, нет. Они также настаивают на том, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, хотя они признают, что инструктор был летчиком опытным. Но, скорее всего, здесь речь идет, по мнению защиты, о простом человеческом факторе. Что решит суд, сложно сказать. Сейчас будут исследоваться все обстоятельства этого дела, будут допрашиваться свидетели. Добавим, что Сметанину по совокупности предъявленных обвинений грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Спасибо, Ольга.